супер место как оно мне нравится в общем поменялся директор национальном парке и много чего поубирали тут как я понял смотри там какая большая очередь вы тоже смогли туда сходить ну и потом уже идем в аквапарк купаться я она пошла амазонка ой хорошо так вот нам принесли салатик это домашняя у яны цезарь с курицей с ним пробовать дорогие друзья всем привет вы на канале директор адлера и я отправляюсь в путешествие на красную поляну то есть мы сейчас отправляемся с яной я на экскурсовод и вот мы вместе сегодня отправляемся в горы на экскурсию на красную поляну сколько такая экскурсия стоит я да то есть вот сейчас приедет автобус за нами мы его ждем на улице парусной этот большой автобус он собирает людей по всему адлеру правильно и сейчас заберет нас и мы поедем то есть мы будем двигаться по дороге на красную поляну возможно куда-то заезжайте все это будем показывать вам и по итогу мы поднимемся на пик на красную поляну на высоту 2250 метров даян да поэтому я желаю всем прекрасного настроения приятного просмотра усаживайтесь поудобнее берите вкусняшки поставьте мне лайк потому что мы начинаем так вот подъезжает наш автобус мы сейчас грузимся еще у нас останется две остановки все мы выезжаем в поляну здрасте так вот такой автобус с кондиционером тут прохладненько мы занимаем места вакантные да да так что рада поприветствовать вас нашим автобусе наши дружные но очень большой компании давайте знакомиться представлюсь зовут меня мария на сегодня я ваш экскурсовод капитан нашего автокорабля прошу любите жаловать александр и прошу запоминайте номер корабля на котором мы сегодня путешествуем на нем же мы вернемся обратно и у меня соответственно к вам уже вопрос созрел уж красная поляна уже кому-то знакомы кто там был хотя бы раз жизни понимаете ручки 1 2 но большинство кстати большинство а еще один вопрос задам а давно в январе год назад два года назад три года назад это очень важно когда вы были там последний раз потому что знаете как бывает за год за два за три красная поляна не изменилась а бывает поднимает ручку спрашиваю когда лет 20 назад а здесь уже можно поспорить были или не были да красно поляне так как раньше курортов не было горнолыжных курортов альпика сервис была канатная дорога но это и считался как горнолыжный курорт самый сервый солнечный вот как говорят у нас 300 дней в году солнышко но мне кажется намного больше потому что погода меняется очень быстро саму ненаску погоду даже солнышко выходит радует нас своим визитом но в то же время ребята в горах нужно быть готовым ко всему дорогие друзья ну что у нас первая остановка в ущелье ахцу мы двигаемся по старой краснополянской дороге посмотрите какая здесь красота наш гид марина очень интересно рассказывает и мне кажется для первого раза кто приехал в сочи это вообще супер информация да про олимпийский парк про олимпийский объекты про сочи там как это все основывалось про название сочи про 15 век очень интересная слушал и даже мне человеку который живет тут уже семь лет было очень интересно и вот у нас первая остановка здесь 8 минут будет сейчас еще будут остановки мы поедем на обед тут смотрите у нас несколько автобусов тут развозят по разным площадкам смотровым но и в самой поляне эти автобусы везут на разные канатные дороги кто хоть то хочет на газпром подняться кто-то на красную поляну кто-то на русахутор кто-то вообще пойдет в аквапарк мы пойдем и в аквапарк и на красную поляну поднимемся смотрите здесь геракл стоит есть разная информация золотое кольцо фаспорского царства в общем вот такая у нас первая остановка в ущелье ахсу ахсу так вот посмотрите суета тут много туристов очень много кто первый раз тут представляете так ну все продолжаем путешествие дорогие друзья ну что у нас вторая остановка мы находимся в поселке красная поляна вот видно черную пирамиду здесь мы остановились для того чтобы покушать пообедать и провести дегустацию меда пойдемте я вам покажу меню вообще атмосферу тут большой такой дом частный сектор вот включили фонтаны вот такая атмосфера пойдемте прогуляемся по территории мы заказали себе по шурпе и по домашнему салату пока нам готовят мы пойдем на дегустацию смотрите всех людей заводят вот сюда вот есть такое меню давайте вам быстро покажу вот сцены интересная тут атмосфера здесь готовят плов мы зашли на дегустацию а вот вот У нас закончилась консультация по пользе меда, маточного молочка, пыльца, пирога, вино. Все нам рассказали, вот мы заходим. Биология пчелиной семьи. Так, что-то тут немного места. Так, вот люди пробуют. Так, маточное молочко полторы тысячи стоит. Это же самое ценное, что есть у пчел. У пчел. У медлаборатории не смогли сопоставить. Ага, там какой-то... В общем, так, тут тоже дегустация идет активно. Ты что пробуешь, Ян, тут без меня? Акация. А можно, надо каждый раз новую? Да, да. Если хотите так, хоть прийти. Не, наверное, надо. Не, не, надо, ты же... Не поверишь. Так, вот нам принесли салатик. Это домашняя у Яны цезарь с курицей. Сейчас будем пробовать. Так, мы кушаем, очень вкусно. Тут домашнее все, это просто бомба. Это, конечно... Даже, мне кажется, в ресторане не так вкусно, потому что тут именно домашнее с огородом, мне кажется. И шурпа у тебя такая. Очень аппетитно выглядит. Сейчас попробую чуть-чуть. Варистая такая. А у тебя как Ян. Прекрасно. Очень вкусно. Все приятное аппетит за всем и нам тоже. Вот рядом с греками поселились поселок свой. Впервые они называли эстонский сад. Это уже эстонский садок с 1912 года стали называть. Кстати, в кратчайшие сроки стал богатейшим. Эстонцы сюда тоже, по-моему, ближе к зиме пришли. А зимы раньше были тоже снежные и холодные. И домов-то не было у них. Временные хижины, бараки были. Но благодаря усердию, трудолюбию стал богатейшим поселком. Вот вспомните, фруктовые сады были. Фрукты собирали, сушили, продавали. Фермы были, коров держали. Сельское хозяйство развивали. Снабжали продовольствием практически весь Краснодарский край. А сейчас развивает не сельское хозяйство. Сейчас гостиничный бизнес развивает активно. Потому что Красная Поляна очень популярна стала. Вот многие приезжают сюда и зимой, и летом. Да, много достаточно гостей. Эстонцы живут. Эстонская община даже есть. И, кстати говоря, даже дом-музейной территории. Дом-музей эстонскому писателю Антон Хансен Тонцар был. Такой писатель. Так вот, в Красной Поляне он жил, но недолго. Цель визита. Он здесь тоже туберкулез лечил. Четыре месяца победил туберкулез. А вот избушка, где он зажил, стала дом-музей. Сейчас влево посмотрите. Елочки, видимо, в глубинку загляните. Вот избушка маленькая стоит. Вот здесь он жил. Сейчас-то дом-музей. Так вот, четыре месяца и победил туберкулез. Вот так. Так, ну а сейчас смотрим в правое окно автобуса. Здесь все самое интересное. Проезжаем мы с вами потрясающий дворец с бирюзовой крышей. Очень красивый. Ну вот все удивительно. Особенно зайдя вовнутрь. Все приковывают взгляды. В общем, казино мы с вами проехали. Может остановимся? Ну если есть такое желание, никто не против. Останавливаем. Вот, говорят, новичкам везет. Ну давайте уж ладно, в следующий раз. Сами, сами. Там все-таки дресс-код. В общем, казино. Да, это официальная горная зона России. Все законно, все легально. Как казино было 5 января 2017 года. Ну это медиа-центр был. Потому что территория, куда мы сейчас заехали, да, это курорт сейчас, курорт Красная Поляна. А в прошлом это медиа-дерект. Еще принимал участие французский архитектор Пьер Динеп. А вот он уже горнолыжный объект в Куршавиле строит. И многие говорят, кто здесь побывает. Говорят, Италия просто. Кто говорит, во Франции побывали. У кого-то Андорра. Ну, разные ассоциации складываются. Вот, а построил этот курорт нам Сбербанк. Основной инвестор строительства. Сбербанк. Вот, и сейчас мы подъехали канатным дорогам. Ребята, на всех. И мы подъехали уже в поселке Истасадок. Находимся к канатным дорогам. Курорта Красная Поляна. И сейчас начинаем подъем. Тут очень красиво. Невероятная красота. Вот, немножко показываю вам атмосферу. Как здесь все выглядит. Вот она, канатная дорога. И сейчас мы поедем вот сюда. На самый пик. Также я думаю зайти в купель. Искупаться. Покажу вам, где купель находится. Так, вот сами подъемники. Есть небольшая очередь. Но тут все быстренько. Вот он, Сережа. Давайте его поддержим. Поставьте лайк. Напишите комментарий. Или отправьте донат, если вам нравится то, что я делаю. Так. И заходим вот в инфоцентр. Так, друзья. Мы с Яной сели. На первом этапе. Вот там очередь была. Мы не стояли в очереди. Мы просто обошли в начало. И сели и едем. Потому что мы эти опытные, так сказать, туристы. И мы в очередях стоять не собираемся. Так. И сейчас вот мы будем видеть Красную Поляну. Посмотрите. Такая здесь красота. Рекамзым-то под нами. Все. Начинается самое интересное. У нас план какой? Поднимемся на пик. Наверное, там чуть погуляем. И потом вниз. В купель зайдем. И скупаемся. Все. Вот курорт Красная Поляна перед вами. Парк времена года. Такая красота. Так. Мы приехали в деревню на Красной Поляне. Тут высота примерно тысячу метров. У нас это первая пересадка. И у нас будет несколько пересадок. Еще раз. А еще одна, по-моему. Там находится купель. Мы в нее пойдем на обратном пути. Там тоже есть еще какая-то локация. В общем, туда тоже подъемники. Водопад по лекаря там находится. Так. Здесь, смотрите. Вот пушка. Это вообще пушка снег создает. Но сейчас, как я понял, она на охлаждение работает. И сейчас мы туда вверх еще будем двигаться. Сейчас здесь немножко прогуляемся. Что здесь есть? Давно тут не был. Так. Вот тут, по-моему, летний кинотеатр. Смотрите. Тут также сцена есть. Гостиница на в отель. Отель, точнее. И вот такое охлаждение. Там хаски парк. Тюбинги. Ну, зимой это все работает. И я вам покажу все самые интересные места, которые тут есть. Но не все по ходу движения, которые к нам попадутся. Отведу вас в очень красивый лес. Так. Сейчас мы буквально посмотрим на горы. И поедем дальше. Вот здесь фотозона. И вот такая красота. Тут уже свежо. Да. Посвежее, да, стало. Внизу там поселок Истасадок. Так. А мы отправляемся выше. Так, друзья. Мы с Яной загрузились. Вот поднимаемся. У нас еще будет последняя пересадка. Вот внизу хаски центр. Там тоже можно пойти за отдельную плату. Тут много чего есть. А налево, направо туда. Там восточный лес. Но мы туда еще попозже, когда вниз будем спускаться, пойдем. Так, друзья. Мы выходим на 1400 метров. И сейчас я вам одну интересную локацию буду показывать. Тут есть лес. Ну, тут много чего есть. Там вон смотровая площадка. Думаю, мы туда сейчас подойдем. Это у нас последняя пересадка уже на высоту 2200 метров. Так как я тут все знаю, я веду вас в этот лес. Смотрите, сюда мало кто ходит. Но я думаю, вы сейчас оцените эту атмосферу. Это как будто ты попал, как мне кажется, в это поле просвещенных. Ну, это о том же, о чем ты мне, Ян, рассказывал. Ты примерно поняла. В общем, тут такая энергетика заряженная в этом лесу. Пойдемте. Смотрите, мы заходим в реликтовый лес. Протяженность 900 метров. Так, здесь уже звуки цивилизации затихают. И слышны звуки природы. Так, вот тут есть беседка. Тут сидят люди. Можно тоже остановиться. Тут, например, перекусить. Вот здесь есть щиты опознавательные. О, смотрите, дерево упало тут. Вот такие виды, смотрите, тут открываются. Надо пофотографироваться с этим корнем. Хочете, я сфотографирую? Интересный вид. Так, я сделал несколько кадров. Так, ну вот эти деревья начинаются. Смотрите, вот хвойные, вот эти большие. Посмотри, какой ствол. Вот, вот меня вот почему-то вот это впечатляет. О, смотри, тут лавочку выпилили. Я даже не знала, что здесь такие места. Так, я же говорю. Так, бук восточный. Ну, пойдемте еще прогуляемся. Гуляемся. Ну, вот я вот сейчас вообще кайфую. Вот от этого, посмотри. Да, воздух тут, ты чувствуешь, да, что воздух тут очень свежий. В общем, посмотрите, какое супер место, как оно мне нравится. Вот эти особенно поломанные деревья так выглядят аутентично. И тут так прохладненько. Так, мы, друзья, вернулись. Мы там залипли минут на 30. Там невероятная красота. Я вам советую. Просто придите в этот лес, в этот лес. Сядьте и сидите. И вы просто будете впечатлены атмосферой, аурой. Так, для того, чтобы у вас была объективная информация, мы подходим еще к этой стороне, к смотровой. Вот тут есть ресторан, сугроб. И вот такая смотровая площадка с видом на Красную Поляну. Вон она, Красную Поляну. Поселок. Тоже будет очень красиво, но мы поднимаемся выше, да? Все, двигаемся на последнюю пересадочку. Мы тут все знаем. Так, ну что, грузимся, встретимся уже наверху, я думаю. Вот такой вид у нас открывается. На горы, на место Садок. Поселок Красная Поляна. Вот так мы едем. Подъезжаем. Сейчас вообще самое интересное начинается. Поднимаемся, подмираемся. Вот у нас Олимпийскую деревню видно. Как она у нас зашла. Такая скальная, древняя порода. Вот это карачуное видо, да? Я могу просто ездить за отдельную кладу. Мы подъезжаем. Я делаю кадры для своего телеграм-канала. Подписывайтесь обязательно. Вот мы видим пихтовый приют на курорте «Газпром». Там высота 1600 метров. Но мы поднялись на одну из самых высоких точек. Смотрите, там на черной пирамиде народ. Так, ну что, мы выходим. Десантируемся. Сейчас я вам тут буду показывать, рассказывать все. Потому что я тут все знаю. Ой, какой вид просто. Как будто, вы знаете, в другую реальность попал. Я вот на эти скалы смотрю. Вообще просто бомба. Большая очередь для спуска в цирк. И вот такая красота вас ждет. Смотрите, тут вот на этих открытых кабинках можно спуститься вниз. Подняться вверх. Там, на черную пирамиду. Вот видите вот этот хребет? Вот я по нему ходил. Вот так я ходил. Вот так. Вот так я ходил вот туда, на хребет. Вот вон там много очень раз. То есть вот тропа идет. То есть вот тут я все знаю. Вот тут я везде. Да, вот на этих пиках был. Я вот отсюда доходил до пика Роза Хутор. То есть отсюда я вот так по пикам шел. Через вон тот пик, через перевал. Ну и не один раз, много раз. То есть я могу забраться. Видишь, там люди наверху. Вон там люди. Да, видишь, там человек. А как здесь забраться? Ну смотри, можно либо вот так обойти, либо вот так. Вот эта тропа, альпийские луга идет. А, здесь можно так поднять. Да. Но тут погибли вот недавно люди. Тут шла дочка с мамой и сошла. Тут еще снег лежал и сошла их, короче. Вроде один насмерть, да. А я думала, там на черной пирамиде. Вот здесь, да. Так, пойдем тогда прогуляемся. Не знаю, тут такая большая очередь. Тут просто, наверное, не получится обойти. Мы можем, в принципе, пешочком. Можем спиться вниз, а подняться. Да. Вот, смотрите, зиплайн. Это вы можете доехать туда, до верха. На открытых кабинках. И потом вот отсюда спуститься на зиплайне. Я так делал. То есть я спускался на зиплайне. Ну, через техническую трассу пешком возвращался. Ну, это не рабочая трасса, правильно? Это... Мне кажется, тут опасно. Тут такие склоны. Ну, тут надо знать время, когда можно это делать. То есть, уже здесь очень лагеря опасно. Как будто бы попал на какую-то другую планету немножко. Тут как будто бы сама вот эта структура, да, отличается. Вот эта вот каменная порода, посмотри на это. Даже на розыкутер такого нет. Да, то есть, почему я тоже люблю Красную Поляну. Я был на всех, да, курортах. На розе. На розе такого нет. На Газпроме такого нет. Вот такого. Вот, видите, мы заходим. Хотя он рядом находится, да, но нет. Вообще, такая разница. Такая структура интересная. Вот, вот, рухтая. Такая необычная. Не дожди, вот. Да, вообще. Зимой этого здесь не будет. Это все зацепится. Можно тут пешком ходить. Вон, видите, там люди пешком поднимаются. Можно на канатной дороге. Тут внизу есть палаточный городок. Тут можно приехать и в палатке отдохнуть. А, его убрали тоже? Тоже из-за того, что в этом году национальный парк все убрали. В общем, поменялся директор в национальном парке и много чего поубирали тут, как я понял. Вон еще ребята на зиплайн. Так, мы могли спуститься на открытой кабинке. Смотри, там какая большая очередь. Может, мы ограничимся этим. Понимаете, в принципе, здесь можно вообще отдельную дневную программу сделать. То есть, это нужны там какие-то, вообще в идеале, трекинговое снаряжение. И тут можно уйти, именно путешествовать. Вот так ходить, там туда забираться, сюда. Можно вниз, вон часовня. Или что это внизу? Можно пойти на водопад по лекарям. Можно много чего сделать. Нам просто надо еще в аквапарк успеть. Ну, я думаю, что мы... Ну, вполне вот даже достаточно того, что мы уже... Да, мне достаточно, просто, может быть, мне было недостаточно, если бы я тут все не знал. Но я тут все знаю. Я тут все, ну, знаю, где, что, как выглядит. Так, ну, очень красиво. Я думаю, тут тоже можно медитировать минут 5-10 смело, да? Просто смотреть на это. Ну, не знаю, как-то почувствовать это. Ну, и сейчас, наверное, этим будем заниматься. Дорогие друзья, мы поднялись обратно, вот. И готовы вам показать вот эту левую сторону. Ресторан, тут смотровая. Пойдемте посмотрим. Так, вот тут есть туалет, если что. Время 14.37. Так, есть смотровая у нас вот здесь одна. Вот так вы выходите. И здесь можно смотреть. Тоже очень красивые виды. Но бинокль 200 рублей стоит. И вот я прямо тут ходил много раз по этому хребту. Так, вот есть карта. Очень так плотненько, много людей. Туристов. Так, смотрим вид в эту сторону. Можно перекусить, посидеть, отдохнуть. Бледы продаются 800 рублей. Так, и вот подвесной мост, по которому можно пройти. Так же тут видно всю поляну. Олимпийскую деревню. И мы поднимаемся наверх. Так, вот ресторан Вершина. Ян. Вот еще смотровая площадка. Сюда приезжают вот ребята. С черной пирамиды. Тут есть качели. Возможно сделать видео. И вот такая смотровая площадка. Вот такой красивый вид здесь. Смотрите, есть лестница. Это для сотрудников. Вот это знаете, что за труба? Это лавиноотбойник. Он как-то стреляет и лавина сходит. Так, вот поселок Эстасадок. Подъемники. Я делаю кадры. Поселок. Какая красота. Красота. Так, смотрите. Цены на услуги. Горные качели 2000 рублей. 3 минуты. Вот тут иностранцы. Зиплайн 3000 рублей. Продолжительность минута. Скорость 80 километров. Длина 1027 метров. И супертроллей 3000. Продолжительность 5 минут. Скорость спуска 90 километров в час. Так, и вид в эту сторону, друзья. Смотрите. Вот так это все выглядит. И мы сейчас уже будем спускаться. И пойдем, скорее всего, на купель, а потом в аквапарк. Так, друзья. Мы спустились на высоту 1000 метров. Сейчас мы прогуляемся по деревне, которая находится на высоте 1000 метров. И пойдем в купель. Пойдемте прогуляемся. Смотрите, здесь вот такие карты. Разная информация. И сейчас мы дойдем до смотровой площадки. Пойдемте, я вам покажу. Тут очень интересные виды. Красивые, необычные. Пойдемте посмотрим. Тут ставят сцену на разные праздники. Проводят мероприятия. Тут выступают разные звезды. Тут много чего есть на этой локации. Наверное, у нас не получится все показать. Вот мы немножко сейчас деревню покажем. И что тут будет по пути. Ну, тут есть хаски-центр, летний тюбинг, рестораны. Вот смотрите, корпоративный центр Сбербанка. Это все построил Сбербанк, как нам сегодня Маша рассказывала. Так, вот такие сказочные. Тут виды открываются. Так, спускаемся на смотровую. Посмотрите, здесь какая интересная архитектура. Можно выйти туда. Там тоже смотровые. Сейчас у нас такой план. Мы как раз сейчас погуляем, разогреемся и в купель. Такие тут синие домики. Очень красиво тут. Вот горнолыжные трассы. Вот тут пуфики. Можно взять себе пуфик, порежать. Дорожку сделали. Вот этой дорожки не было. Раньше тут везде травка была. И вот такая локальная смотровая. Внизу тут баня. Птицы захмелели. Вот ресторан. И вот такой шикарный вид. Так, друзья. Ну смотрите, мы вернулись сюда к подъемникам. И теперь начинаем двигаться к купели. В принципе, тут есть несколько разных путей. Можно пойти там по грунтовой дороге. Можно вот так пройти. Но вам нужно двигаться вправо. Вот вправо. А вот этой парковки. Смотрите, какая машинка. А вот парковка. Вот за нее заходим. Так, идем. С Яной карабкаемся. Вот такая тропа тут. Тоже древняя. Посмотрите. Очень жарко. Вот такой вид. Так, Яна пошла. Яночка, давай. С головой надо. Ну ты давай. Ты смотри. Может. Не, где-то по грудь. Ну в идеале с головой. Я не знаю. Может ты прическу не хочешь портить. Да. Так, Яна пошла. Амазонка. Ой, хорошо. Вот это она молодец. Ты молодец, слушай. Красиво, красиво. Офигенно. Дорогие друзья, ну что. Мы в аквапарке. Зашли. Все хорошо. Вход стоит 3000. Здесь мы, наверное, закончим наш отдых. Ну, конечно, покажем вам все сейчас. Посмотрите, какая атмосфера. Много людей. Работает кафе, джакузи. Люди отдыхают, загорают. Река Лаура протекает. Вид на черную пирамиду. Яна купается, вон плавает. Давайте кружочек сделаем вокруг и уже пойдем в хамам. После купели надо в хамам двигать. Да-да-да, во вторник я буду. Так, вот такая тут атмосфера. Лежаки, стульчики есть. Тут теплая вода с имитацией течения. Очень красивые виды. Работают фотографы. Так, и заходим внутрь. Внутри горки, джакузи, хамам, сауны. Температура воды 32, воздух 25. И внизу там хамам. Дорогие друзья, я сходил в хамам, попарился. И наш отдых подходит к концу. Мы сейчас туда отдыхаем, так сказать. Может еще часок-другой. И отправимся домой. Вот такая экскурсия, друзья. Я оставлю контакты Яны под роликом. И ссылку на сайт. Поэтому вы сможете перейти и отправиться в экскурсию. Там огромный выбор. Там не только Красная Поляна. Это одна из многих экскурсий, на которые вы можете отправиться. Я думаю, что периодически я буду их посещать. Снимать на своем канале ролики. Поедем еще на джиппинги, на водопады, на Дагамызские корыта. В общем, будем потихонечку показывать вам отдых в Сочи. А на этом наш ролик заканчивается. Я благодарю всех за просмотр. Желаю всем удачи, успехов, хорошего настроения. Поддержите ролик, если вам понравился. Поставьте лайк, напишите комментарий. Или отправьте донат. Поддержите меня, мне нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на все ресурсы. На телеграм. Если что-то с ютубом случится, там будет вся информация. На ютуб подписывайтесь. Дальше будет интересней. Все, всем удачи, успехов. Пусть у вас все получается. Счастливо, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!